Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свое путешествие по Волгоградской митрополии. Знали ли вы, что здесь есть своя Малая Оптина? Именно так иногда называют Гусевский Ахтырский женский монастырь. О нем наш сегодняшний рассказ. Икона Ахтырской Божьей Матери, которая сейчас перед нами, это и есть начало нашей обители. Ну вот я немного скажу название Ахтырской, от чего началось. Это было в 1739 году, село Ахтырка Харьковской области. Батюшка Данил вышел окосить траву вокруг своего храма. И вдруг увидел совершенно необыкновенное явление. Огромный огненный столб, который восходил от земли к небу. Ну батюшка, конечно, со страхом Божьим с крестным знаменем подошел к этому месту. И узрел иконочку. Она лежала в траве, ликом в небо. Икона, мои дорогие наши, самая пронзительная, самая незабвенная, самая трагическая даже от того, что на ней изображены последние страдания Господа Иисуса Христа, пригвожденного ко кресту всеми нашими грехами, прошлыми, настоящими и будущими. А у креста стоит Царица Небесная, вечная страдалица, заступница усердной рода христианского. Вот такую необыкновенную иконочку нашел батюшка в траве. Первообраз после революции находился в Америке, но в 2010 году был доставлен в Воскресенский монастырь Санкт-Петербурга. Гусевский же образ Ахтырской иконы Божьей Матери был привезен с Афона в XIX веке с химонахом Никодимом. Это был такой послушник в одном из северных монастырей Архангельской губернии. Он был трудником, очень большим молитвенником, он очень любил Афон. И вот старцы северные благословили его пешком идти на Афон. Однажды вот от этого образа на Афоне был голос «Несите меня домой». А дома это, конечно, Россия, которую матушка возлюбила превыше всего. И вот они, недолго думая, снарядили в путь с химонахом Никодимом, дали ему в руки вот этот образ Ахтырской Божьей Матери, тоже чудотворный, говорящий, слышащий, и отправили в Россию. И вот через четыре года пути, а началась эта дорога в 1861 году, с химонах прибывают в эти края и встречают здесь местного священника, протеерея Иоанна Левицкого. Он к тому времени уже старец был, овдовел, имел какое-какое состояние, но, как сам говорил, носил в сердце святую мечту. И вот чай этих двух святозарных старцев затянулся до утра. То есть вот в эту самую святую, преблагословенную ночь. И было решено здесь, вот в нашей глубинке, в отдалении от промышленных духовных центров устроить русскую женскую православную обитель. Благословение на устройство монастыря отец Никодим и отец Иоанн получили в Оптиной пустыне у известного в XIX столетии старца Амвросия. В то время в России только отменили крепостное право. Внешних препятствий для поступления в святую обитель стало меньше, поэтому вдовы-солдат войны 1812 года, лишние рты, так называли девочек из многодетных крестьянских семей, а также одинокие женщины потянулись сюда, в Гусевку. Сама обитель находится в полустепной зоне, поэтому для нормальной жизни монастыря необходимо было найти родник. И вот батюшка Иоанн несколько раз обходил имение с молитвой ко Господу, чтобы он показал место ископания источника. И вот на одном месте батюшка как бы молился со всхрипами, да, слез. И очевидцы помнят, что он, говорит, был подъят на воздух, на несколько локтей. Они, конечно, испугались, как это вот простой земной человек вдруг на воздухе, закричали, батюшка-то куда? А он говорит, вот этот случай, вот а идти до смерти до моей. А, говорит, это место вот Господь показал для ископания источника. Также в наследство от дореволюционного монастыря остался вот этот вот дуб. Им около 200 лет, и он был свидетелем многих исторических событий. Так осенью 1878 года в святую обитель приехала Елизавета Гадейн, чтобы поселиться здесь. О Елизавете Гадейн следует сказать отдельно. Она была духовной дочерью Амврусия Оптинского, состояла с ним в переписке. И вот в ее душе родилось желание оставить мир и уйти в Шамардино, в монастырь. А в то же самое время здесь, в Гусевке, обитель из-за недостатка средств находилась на грани закрытия. Сестрам приходилось очень трудно, пожертвований не хватало, а земли и без того были заложены в банках и кредитных учреждениях. И вот общину от ликвидации спасла Елизавета Николаевна Гадейн, дворянка, дочь генерала-майора и фрейлина ее императорского величества. Лизонька воспитывалась в самом роскошном, шенебельном, прекрасном, богатом дворце посреди Москвы. Она получила гениальное домашнее образование, знала как естественные гуманитарные науки, пять языков в подлиннике знала. И вот приходит время ей выходить в свет, и она противится воле своих высокосветских родителей. Ее она от рады и утешения находит в уединении, в псалмопении, в молитвах. Вот в один из лет господних у Лизоньки умерли ее горячо любимые родители, ее единственная сестричка Александра. И вот она, оставшись один на один со своей судьбой, со своим несметным богатством, а еще вернее, конечно, с Господом, тогда она пошла в Оптину пустыню к батюшке Амвросе. Он ей сказал тогда одно маленькое, очень доброе, теплое, ласковое слово – гусевочка. Лизонька это, конечно, по благословению, по смирению приняла как дар Божий, как перс Божий. И она вложила все свое состояние, весь свой титул, всю себя, все, что знала, могла, в нашу святую обитель. И вот тогда у нас уже началось строительство целой лавры, которая до революции называлась «Жемчужина Волгодона» и «Женская православная лавра». Потому что здесь было два золотокупольных собора – Ченстоховской Божьей Матери, Ахтырской Божьей Матери. Был свой кирпичный завод, ткацкая фабрика, кожевенная фабрика. Сама Лизонька по слабости физического своего здоровья, потому что тогда уже у нее были первые признаки чахотки этой светской болезни, это по-нашему туберкулез. Она занималась интерьером обители, то есть украшением внешнего вида. Каждая кочка здесь цвела невиданными заморскими цветами, а по двору гуляли павлины. Вот такое благолепие Лизонька устроила для того, чтобы люди, пришедшие из Юдоли плачь, из вечных скорбей и печали, из мира могли обрести здесь потерянный рай. Благодаря письмам старца Амвросия обитель строилась по подобию Оптиной пустыни. И в некоторых документах монастырь так и называется – Малая Оптина. И вот такие письма сейчас читаем, уже очень много из архивов поднято, напечатано. Он пишет письма с такой лаской, говорит, как там мои гусенята. И говорит, и белые, и сероватые, и хорошие, и плоховатые. Вот мы тоже видим себя в этом. Но процветание продолжалось лишь до 1917 года. В документах остались именно тех, кто нанес первый урон святой обители. Ванька Бурзининка, Кобыла, Митька Домник – это даже страшно произносить слух и при людях. Конечно, они всю свою злобу обрушили на храмы, они выбили окна, двери, вломились, они крушили иконы, топтали, сквернословили, плевали. А из алтаря они сделали нужник. Десять лет монастырь был сельскохозяйственной артелью, но в 1927 году и ее закрыли. Когда мы пришли, разор был как после войны. Просто здания стояли с проломленными крышами, с выбитыми окнами, с дверями сломанными. Скот гулял в лоне обители, трава была выше человеческого роста. Кругом, конечно, человеческий мусор в виде бутылок, банок, изношенной обуви. Мы так и не думали, никогда мы не восстанем из этого пепла и праха. И потом чудом Божьим, просто подвигом Пресвятой Богородицы. Главное, что у нас нет ни одного спонсора, ни одного лица, чтобы назвать вот этому человеку, мы поклоняемся. По копеечке, по крупице, все собирается, собирается. Первая литургия прошла вот здесь, в домовом храме святого Амвросия Оптинского, 14 сентября 1994, в день начала нового церковного года. Уже в наши дни восстановлением монастыря занимался архимандрит Василий Захарич. Он был родом из республики Беларусь и приехал сюда в 1996 году. Два десятилетия батюшка посвятил тому, что строил храм, восстанавливал здания и монашескую жизнь. Одновременно с этим стали искать останки инокине Елизаветы Гадейн, которую здесь ласково зовут Лизонька. В книгах, где сейчас у вас тоже есть книжечка о Елизавете Гадейн, там написано, что ее захоронили в северной части алтаря. Храм стоял вот там, вот эта вот, видите, школа у нас, да? Это средняя школа. Как раз на территории этой школы и стоял вот наш храм, Чеченстоковская икона Божьей Матери. И долго мы по этой школе блуждали, но директор школы, благо она, добрый человек, сказал, копайте, пробуйте. Мы копали, тут не нашли, там не нашли. И она нам сказала, что есть преподаватель, который здесь хотел построить физкультурную площадку какую-то. И они экскаватор копали в одном месте и попали именно на этот склеп, где было захоронение. Сейчас останки Елизаветы Гадейн находятся на экспертизе, а на месте склепа будет установлен памятный знак. В старых корпусах построили воскресную школу, планируют устроить музей. Все сделано добротно, на века. Здесь развивают детские таланты, устраивают музыкально-литературные вечера для учителей. А для людей, желающих монашеских подвигов, есть свой отдельный корпус. Вот смотрим, любые келья, налево, направо, они все одинаковые. Ну, войдите вот в эту келью. Вот у нас кровать, шкаф, стол, шкафы, полочки. И вот этот уголочек, святой уголочек. Молись, плачь, делай поклоны, хоть сколько ты делаешь. Как это подобает монахине, да? То есть в одиночестве, в уединении ты спасаешься, ты с Богом здесь. Вот у нас все эти кели. Ждут, кого мы ждем, я не знаю. Мне кажется, у меня ведь все-таки много лет, мне так хочется, чтобы кто-то пришел. Кому вот это передать? Любовь, понимаете, монашеская жизнь. Вот вы знаете, сколько лет я здесь настоятельница? Я жду этих слов, что кто-то придет и скажет, что пришла спасать свою душу. Первый этаж заселен, а вот на втором пока не слышно ничьих голосов. Ну, вы увидите здесь людей, конечно, преклонного возраста, самый молодой, как матушка говорила, 65 лет, 70, 75, 80. Но все находятся в стройном монашеском строю. То есть ранний подъем, поздний отбой, и весь день труды и молитвы. И вот я тоже думаю, ну, как бы нам вот хотя бы несколько молодых лиц увидеть? Ну, это же так прекрасно, когда молодежь идет к Богу, кланяется, принимает вот это все из наших рук. А потом думаю, старость – это тоже великая священная пора, потому что люди уже прожили жизнь, они знают цель жизни, они знают, что самое главное – это душа, и они умеют молиться. У нас прям и тенья есть в литургии, чтобы Господь послал нам благочестивых инокинь. Ну, то есть трудолюбивых, трудоспособных хотя бы, адекватных, боголюбивых, ну, и молодых, конечно. Монашеская трапеза очень красивая и уютная. Мы построили вот эту вот трапезу. Это тоже украшение нашего монастыря. Это тоже какая-то визитная карточка нашего монастыря. Потому что владыка, как приходит, он говорит, «Ах, какая у вас трапезная!» Вот видите, она какая большая получилась. Даже посуда здесь с маленькими гусятами. Многие к нам едут. Почему-то мир, знаете, какой медицинский мир, профессора, вот эти вот, они к нам едут, они с верой, такой глубокой верой к нам сюда едут. Ну, ничего, я думаю, проснется, проснется народ. Мы делаем, мы помогаем. У нас бывают дни малоимущих. У нас бывают инвалиды войны, бывают инвалиды труда, бывают, где большие семьи. Мы везде всюду разносим вот эти продукты. Продукты, постельное белье. Ну и положишь там небольшую денежку туда. Да, нас встречают, нас так любят. Но вот прийти поблагодарить Бога, не меня, меня не надо благодарить, это Матеря Божия нам дает. И так всегда говорю своим, мы положили все на стол. Вот посмотрите, они уедут, у нас опять эти закрома будут опять-таки большими, понимаете. Матушка, мы так спали, Матушка, такая благодать у вас. Когда сердце касается этой благодати, по какой причине? Ну, если ты с чистым сердцем приехал, благодать обязательно будет. Приезжайте, побудьте в этой благодати немного. И мне кажется, этого заряда хватит. Намного-много лет. Монастырь – это счастье на земле. Это, конечно, жить очень трудно, но уходить в вечность блаженно. Монастырь действительно намоленный, настоящий, русский, православный, старинный. И он стоит такого поклонения. Монастырь – это счастье на земле. Продолжение следует... Сiego.